Областной лицей имени Петра Машерова известен тем, что в нем учится талантливая молодежь, которая неравнодушно относится к истории нашей страны. И поэтому открытый диалог с заместителем председателя Белой Руси Андреем Басаком и телеведущим Григорием Азаренком оставил в памяти у каждого учащегося свой отпечаток, потому что вопросы, которые обсуждались на диалоговой площадке, стали по-настоящему актуальны в современном обществе. Молодежь должна уметь отличать фейк от правды, ведь в современном мире очень много источников ложной информации, которым люди часто безоговорочно доверяют. Спикеры встречи подчеркнули, что белорусы должны идти в ногу со временем и уметь доверять только проверенным источникам информации. Затрагивались также вопросы спецопераций в Украине и информационных войн, которые никогда не проходят без жертв. Сейчас идет не просто информационная война, сейчас против наших людей, особенно против нашей молодежи, развязан информационный террор. И вот чтобы они не стали жертвами информационного террора, не совершили жизненную ошибку, которая пустит под откос просто всю их жизнь, чтобы они не верили лжецам, провокаторам и мерзавцам, которые хотят здесь травить белорусов между собой, хотят устроить здесь войну, мы вместе с общественным объединением «Белая Русь» запустили вот такой проект. Вопросы истории, вопросы нашего прошлого – это вопросы актуальной политики. И там, где мы берем силу, там, где мы черпаем гордость за наших предков, которые 17 сентября 1939-го объединили Беларусь, которые выстояли в 1941-м, которые победили в 1945-м, которые никогда не принимали предательство. Среди нашего населения предателей, вот БЧБ коллаборантов, было меньше всего из всех народов Советского Союза. И вот эту историческую энергию мы сейчас должны черпать из нашей истории и передавать ее будущим поколениям. Так как же отличить правду от лжи и не стать жертвой информационной войны? Ответ на этот и многие другие вопросы молодежь узнала от главных спикеров мероприятия, которые не оставили их без внимания. У молодежи есть запрос, есть запрос на правду. Потому что в нынешнее время, когда очень большой поток информации, очень большой поток противоречивой информации, я бы сказал, что лживой информации, которая подвергает устою нашего государства, и как разобраться, где найти правду молодежи, мы решили, что нам необходимо организовать, сделать такой проект. Мы видим, что этот проект действительно получил такую поддержку, мы видим запрос, и мы рассказываем именно здесь, основными темами нашими является именно как отличить правду от лжи и где получить вот эту правдивую информацию. И говорим, что, конечно же, самая правдивая информация только в официальных средствах массовой информации. Встреча в рамках республиканского проекта «Будь в теме» проводится во всех крупных городах нашей страны. Данное мероприятие имеет большую значимость для нынешней молодежи, поскольку зачастую именно они попадают в паутины информационной лжи, используя гаджеты. Чтобы этого избежать, учащиеся лицея стали главными участниками диалоговой площадки, на которой смогли узнать ответы на интересующие их вопросы. Я думаю, что такие встречи – это довольно важно, потому что не всегда мы можем быть уверены в достоверности информации, которую нам дают в интернете. Ну, и полезно рассмотреть ситуацию с другой стороны и понять, что действительно, что есть действительно настоящая информация, а что все-таки лучше еще раз обдумать и оценить. Молодежь, она верит всему, что видит, потому что ей надо во что-то верить, и надо просвещать молодежь, чтобы она верила, не просто верила, а верила в правду. Не надо слепо всему верить, что надо слушать проверенных людей, которые в ответе за свои слова, которым просто не позволяет совесть и закон сказать что-то неправдивое, бесчестное, оскорбительное. Как подчеркнуло руководство лицея, польза от таких встреч весьма существенна и имеет большое значение, поскольку каждому человеку важно осознавать всю суть происходящего и стараться не попадать под влияние лжеинформаторов. Это был диалог, но, по сути, равных. Диалог равных, который дал очень много для лицеистов, для понимания того, как работать с информацией, для понимания того, как важно не совершать ошибок, которые могут иметь даже трагические последствия. В этом смысле мы очень признательны нашим гостям, участникам диалоговой площадки, и я уверен, что они, общаясь с нашими лицеистами, тоже подчеркнули очень много полезной информации. На этом проект «Будь в теме» не заканчивается. Впереди ещё будет организовано множество встреч и бесед с молодёжью, в рамках которых будут обсуждаться наиболее актуальные и значимые для всех вопросы.